Приветствую коллеги, это аналитик полетных рынков и торговый дед компании TechMill и с вами я, Артур Адзиатурин. А ну что ж, сегодня на рынках у нас наблюдается не особо летная погода, у нас в снижении находятся фьючерсы на американские фондовые индексы. Основная четверка, мы видим, сегодня показывает все снижения, ну кроме доу, да, он относительно, около нуля, да, держится. Собственно, по европейским рынкам мы также видим отрицательную динамику, но они у нас в целом, они уже чувствуются проблемы с вакцинацией в еврозоне и с ожиданиями, когда экономик откроется, они вот в меньшем сейчас, меньшем вниманием пользуются со стороны инвесторов. Собственным виновником снижения негативной реакции рисковых активов сегодня снова явились долгосрочные процентные ставки. Если мы возьмем доходность, да, которую очень сильно обсуждают, доходность десятилетних казначейских облигаций, главный бенчмарк долгосрочных рыночных процентных ставок в США, сегодня мы видим обновление с новым аксиумом, но в принципе это как бы не сюрприз. У нас ФРС до сих пор не дала никаких четких комментариев по поводу того, где они готовы вмешаться. У нас за годы КУЕ, долговые рынки, рынок Трежерис, они привыкли полагаться на ориентиры ЦБ, и так как сейчас от ЦБ ориентиров нет, непонятно где они вмешаются, долгосрочные ставки естественно ползут вверх, потому что вроде бы у нас в США есть признаки того, что растет инфляция, есть признаки того, что растет реальная ставка, все это в совокупности дает рост номинальных процентных ставок, коими является как раз таки доходность Трежерис. Сегодня главным событием, которое у нас ждут инвесторы, все ждут от него очень многого, это заседание ФРС, давайте обратимся к экономическому календарю, чтобы посмотреть, что у нас ждет. Четыре основных момента, заявления, экономические прогнозы, решение процента ставки, ну, понятное дело, там никаких изменений, ну и пресс-конференция ФОМС, да, что там у нас скажет Павлу. Естественно, главный вопрос к ФРС, где по их ощущениям вот этот комфортный уровень долгосрочных процентных ставок, где, где они же все-таки готовы вмешаться? Сколько еще вот это может расти до 2% или до скольки, да, там, где вот этот потолок, где ФРС намекнет заявить, что вот будет увеличено КУЕ, не дадут ставкам очень сильно расти, непонятно пока еще, где же этот потолок находится, и все, инвесторы продолжают ждать вот от каждого, от каждого выступления Павлу, от чиновников, да, что они вот прояснят ситуацию, да, с этим. Но пока этого не происходит, все равно надежда сохраняется, вот на сегодняшнее свидание, что это произойдет. Значит, я бы хотел также обратить ваше внимание на следующий момент из экономического календаря, поступили у нас очень интересные данные, это данные по азиатским экономикам, по их торговле, в частности, вот, например, экспорт Японии за февраль, последние данные, которые у нас, получается, есть в распоряжении, минус 4,5% снижения, намного сильнее прогнозы. И вот у нас еще есть данные по Сингапуру тоже, вот, да, вторая экономика, вот эта экономика азиатские, азиатские тигры, да, как еще их называют. Собственно, мы видим, что у нас экспорт в феврале также не оправдал нас ожиданий, 4,2%, ну, что вот ниже прогноза. И вот очень важно понимать, что у нас динамика экспорта азиатских стран, это один из главных барометров, это один из лидирующих индикаторов подъема или спада в глобальной экономике вообще, да. Часто как бы происходит, что вот куда у нас двигаются торговые данные, куда у нас двигается экспорт в азиатских экономиках, туда у нас двигается и глобальная экономика, да, в общем, ну, понятно, почему, да, у нас экспорт азиатских экономик, экспорт основных экспортоориентированных стран, это отражение спроса со стороны экономик потребителей, сильный спрос, сильный экспорт, да, все понятно здесь. Вот, и в этом контексте у нас данные за февраль стали первым звоночком, что вот этот подъем глобальный, который мы наблюдаем, он постепенно выходит на плату. И вот если мы вот продолжаем развивать вот эти рассуждения, мы по идее должны посмотреть, что у нас происходит с ценами, получается, на сырье, с ценами на товарных рынках, потому что если там, известно, что там, если растут цены, то у нас и экономика, получается, глобально растет. Фаза подъема в деловом цикле, она обычно сопровождается с тем, что у нас наблюдается бычий рынок и вот и в товарах. И вот, собственно, это действительно так, если мы посмотрим на индекс Bloomberg по основным сырьевым товарам. Вот можно видеть, что, если мы возьмем масштаб в один год, можно видеть действительно, что с прошлого года был значительный рост, там с 60, там даже 50 было в начале, мы доросли до, получается, 85 долларов вот в этом индексе. И действительно, у нас происходило глобальное восстановление и рост этого индекса, повышение цен на сырье, как раз-таки это восстановление сопровождало. Все логично. Но мы же, как бы, ищем, понятное дело, ранние сигналы того, что происходит смена режима, потому что обычно вот эти переломы момента, они и на других рынках, и на фондовых активах, и на остальных рынках, да, они также инициируют смену, получается, тренда. Очень важно, да, как бы, отследить возможное начало. Мы видим, действительно, если мы посмотрим, что происходило в более ближней перспективе, начиная с конца февраля, мы вышли вот здесь на плату. Все, больше никакого у нас, как мы видим, роста нет. Здесь он был, все, здесь у нас рост замедлился. Понятное дело, там у нас по нефти образовался, да, по того, как она перешла в снижение. Но не только, мы видим, у нас остальные товары, остальное сырье, оно также себя неважно чувствует. Мы теперь уже можем, да, получается, связать вот это замедление экспорта, да, как бы неважные данные по экспорту с тем, что у нас вот с ценами на сырье, да, происходит. Естественно, там у нас экспорт данных ухудшается, и вот и цены стабилизируются на сырье, что отражает некоторое вот снижение, не снижение спроса, по крайней мере, замедление темпов роста спроса, да, на сырье. Вот. Еще одним признаком того, что у нас действительно темпы восстановления замедляются, инвесторы это чувствуют, начинают в этом саневаться, признаком явился у нас следующий очень интересный момент, он у нас произошел вчера, значит, смотрите, да, вы, наверное, прекрасно помните, у нас в ноябре объявили про вакцину, там Байден, получается, выиграл выборы, и что у нас произошло? У нас произошла так называемая перекладка, или, как называют ее, ротация инвесторов из защитных акций, из тех секторов, в акции стоимости, в циклические акции, как еще их называют, в акции, зависящие от делового цикла. Почему это произошло? Понятное дело, у нас, если есть ожидание новой фазы подъема в экономике, то обычно, обычно у нас, так как растет сырье, сырьевые товары, компании, которые занимаются продажей сырья, компании, которые как раз-таки у нас заняты в таком вот, в реальном бизнесе, да, вот, которые ориентированы на потребительский бум, больше, ретель какой-нибудь маленький и так далее, да, все, у них у всех должны быть повышенные темпы роста выручки, и, понятное дело, их акции должны быть, их потенциальная стоимость должна быть пересмотрена вверх. Поэтому происходит у нас смена инвесторских предпочтений, с защитного сектора, да, который в любое время, да, вроде бы может извлекать прибыль, даже в моменты ухудшения экономических условий. Акцент смещается вот на вот эти небольшие компании, на компании small cap, на компании, вот это зависящее от делового цикла. Инвесторы перекладываются, получается, в данные компании, и, получается, индексы, которые составляют, которые входят в данные компании, они должны расти опережающим темпом. Вот, и действительно, если мы посмотрим на то, как у нас изменялся индекс RASA 2000, это как раз-таки индекс, который включается в 2000 small cap, компании с небольшой капитализацией, компании, которые у нас хорошо растут в обычае, в начальной фазе подъема в деловом цикле. Этот индекс включается в эти компании, и вот что мы видим, действительно, если мы посмотрим, что у нас происходило с ноября, то даже вот мы не умещаемся в масштаб, мы видим вот такой вот почти, что чуть ли не вертикальный рост, действительно, с ноября, да, это происходило. И это вот как раз-таки является свидетельством подтверждения того, вот этого рассуждения, да, о том, что если инвесторы ждать, что в small cap компании акции циклические будут расти сильнее, если происходит смещение акцента, смещение инвесторских предпочтений, индексы, которые включаются в эти компании, должны очень сильно расти. Мы видим, что они, действительно, очень сильно выросли. Они выросли сильнее, чем те же самые SP500 за тот же период, мы видим, да, вот здесь. Да, вот, пожалуйста, ноябрь, но рост не такой сильный, да. Мы видим, что то же самое NASDAQ, если мы возьмем, тоже есть рост, но не такой вертикальный, как small cap, да. Вот, это вот как раз-таки наглядно демонстрирует рассуждение, да, которое я сейчас привожу. Вот, и что интересно, если мы вот попытаемся взять следующий показатель, мы возьмем и разделим стоимость вот от RASO-2000 и возьмем и разделим на стоимость NASDAQ. Мы получим некоторое отношение, как раз-таки, которое будет характеризовать, как меняется популярность NASDAQ относительно RASO-2000 и наоборот. Да, давайте мы с вами выведем на экран этот показатель. Да, я вот просто взял и, получается, разделил RASO-2000 на NASDAQ. Да, и вот мы получили некоторое вот такое вот отношение, что-то не показываются тут эти цифры. Ну да ладно, вот, собственно, мы получили это отношение, мы видим, действительно, что популярность RASO-2000 относительно NASDAQ, относительно акций тех секторов, она должна, начала расти как раз-таки с ноября. Опять же, да, идея глобальной рефляции, идея начала нового делового цикла, подъем в экономике. И вот, да, еще раз возвращаясь вот к этим рассуждениям, смена инвесторских предпочтений. Видим, что действительно популярность RASO-2000, с молкой относительно тех сектора, она перешла в рост. И смотрите, раз мы говорим о этой тенденции, нам интересно знать, где у нас начало этой тенденции, где у нас возможный конец, или смена этой тенденции, да, получается. И чтобы, ну, разумно предположить, что начало тенденции, они обычно характеризуются каким-то скачком, да, потому что вот происходит выход какой-то новости очень важной, в данном случае новости по акции, непонятное дело. Все быстрее стремятся эту новость учесть в ценах, что вызывает вот в ближайшие день и в ближайшие несколько дней очень сильный скачок, правильно. Если у нас выходит обратное, да, рассуждение, если у нас выходит какая-то плохая новость, которая говорит о том, что, ну, наоборот, нужно перекладываться обратно в тех секторов, уходить из раз в 2000, у нас происходит, наоборот, очень сильное изменение этого показателя вниз, да, очень сильно падает популярность раз в 2000 по отношению к NASDAQ. И вот, собственно, действительно, если мы, вот у нас ZeroHatch, мы, собственно, рассматриваем, они приводят нам тот же самый график, то же самое соотношение раз в 2000, да, к NASDAQ. Вот то же самое, вот это соотношение, вот которое мы имеем здесь, вот оно то же самое. И просто они вот здесь внизу вывели вот дневные относительные изменения, то есть мы берем этот индекс и рассчитываем процентные изменения, да, по каждому дню. И вот можно видеть, что действительно в поддержку вот этих рассуждений о том, что начало тенденции обычно сильным изменением этого показателя сопровождается. Мы действительно видим, что в ноябре, когда вышла вот эта очень новая важная информация, да, мы вот здесь можем видеть, вот, действительно, что у нас изменение в этом соотношении раз в 2000 делить на NASDAQ составило, сколько, более 5% за день. Мы можем говорить, действительно, после выхода важной информации произошла смена акцента, смена инвесторских предпочтений. И так как мы ищем сигналы разворота, да, напомню, наша основная тема сегодня, да, разговор, это как раз-таки модерация темпов глобального роста. Скорее всего, должно, если у нас действительно инвесторы беспокоятся о том, что темпы роста глобальной экономики замедляются, в данном индикаторе должно произойти обратное изменение, да, получается. И действительно, у нас как раз-таки вчера, во вторник, произошло наиболее сильное изменение данного отношения дневное. Начиная, вот, получается, с ноября. То есть, вот, с ноября 2020 года у нас не было еще более сильных дневных изменений вниз данного показателя. Вот здесь я привел эту стрелочку, вот можем видеть. Минус 2,45% это было вчерашнее изменение вот этого данного показателя. То есть, популярность терраса в 2000 относительно NASDAQ. Сильно снизилась популярность 2000 относительно NASDAQ. Сильно, настолько сильно, что это вот не было с, начиная вот с конца, с начала ноября, получается. Вот. И, ну, вот можно как бы предположить, да, мы сегодня данные по Азии обсуждали, обсуждали замедление охлаждения на товарном рынке, да, там цены у нас стабилизировались. Вот тут еще и появляется интересная рыночная вот такая вот реакция. У нас сильно падает привлекательность циклических акций относительно защитных акций. Падает настолько сильно, что это не было с ноября. Вот такие вот сигналы у нас с рынка поступают. На мой взгляд, к ним нужно прислушиваться, к ним нужно приглядываться. Вот. Ну и, собственно, вот эти три момента я сегодня с вами хотел обсудить. Понятное дело, что вот с такой вот картины, да, сейчас надежда на фискальные стимулы в США, да, там их приняли, деньги начинают раздавать, сейчас они пойдут в реальный сектор, пойдут на фондовый рынок. И понятное, собственно, дело, да, то, что если там, если там мы не увидим хорошего потребления в США, если там не будут хорошие расходы, если там не будет рост розничных продаж сильных и так далее. Ну, короче, фискальные стимулы, если не так заработают, как я ожидал, это еще больше усилит давление, потому что, как мы видим, в целом, моментом общий в глобальной экономике, он начинает увядать. Это видно на товарных рынках, это видно из смены инвесторских предпочтений. Возможно, возможно, да, мы просто пока вот теории такие выдвигаем, смотрим, да, вот на эти изменения. Ну и плюс, собственно, данные с Азии тоже не очень хорошие. Нужно еще сейчас будет выходить данные по Китаю, нужно посмотреть, что там, что там. Если там будет тоже неважная какая-то динамика, ну, не очень устойчиво будет дальше развиваться на фондовых рынках ситуация, там могут быть какие-то пробои спокойно вниз, вот это нужно иметь в виду, потому что фон у нас постепенно, постепенно вот начинает, если он был вот реально очень позитивным, сейчас вот еще и Европа добавилась, там темпы вакцинации замедлились, проблемы с вакциной, все, все это вот постепенно собирается вот один такой неприятный комок, да, и негатива, который, который, вот как мы видим, которым не очень устойчивые рисковые активы. Вот. Ну давайте сегодня посмотрим, что сегодня скажет, собственно, ФРС, ограничат ли они как-то возможный рост рыночных процентных ставок, потому что, как мы видим, они вот совсем не собираются останавливаться. Сегодня у нас перед ФРС вот здесь вот скачок, который и немного встревоживает фонды в рынке, да, что там они снижаются. Вот. А также мы с вами обсуждали возможную коррекцию, я уже вот около недели говорю, о возможной коррекции внефти, потому что там, ну, очень было много сигналов. Напомню, да, вы можете пересмотреть моё прошлое видео, я на нём обсуждал прогнозы ОПЕК, что они в своём последнем отчёте месячном, они изменили прогноз спроса на первый и второй квартал вниз. На третий и четвёртый, наоборот, пересмотрели вверх, на первый и второй квартал они вниз изменили прогнозы. Вот. Собственно, на это накладываются плохое, плохие перспективы потребления в еврозоне из-за локдауна, в продлении локдауна, в замедлении вакцинации, потому что срок открытия нормального экономики, перезапуска экономики, всё сдвигается, сдвигается, сдвигается и сдвигается. И понятное дело, у нас ОПЕК сказал последнее слово, сейчас на честном слове, да, нефть держится, там, чё там по спросу выходят, какие данные, да, которые говорят об изменении спроса, так она реагирует. Спрос, как мы видим, у нас постепенно, постепенно по нему прогнозы ухудшаются, да, и поэтому и нефть не выдерживаю. Не выдерживать нефть уже под вопрос вообще в целом восстановления. Почему? Потому что товар, бычий рынок на товарном рынке, он у нас лидирующий индикатор экспансии, да, вот мы, вот всё, вот эта единая цель, видим, связана. Вот, поэтому давайте посмотрим, что если она скажет ФРС, поддержит ли она банды, успокоит ли она, да, этим фондовой рынке. На этом у меня всё, я завершаю свой обзор. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Буду рад с вами вас судить, возникшие вопросы. Вы можете также поделиться комментариями, если они у вас есть. Вот, не забудьте, да, конечно же, подписаться, если вы желаете увидеть новые выпуски данной программы. Вот, на этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торговый текло. Субтитры сделал DimaTorzok